День за днём Я желаю, чтобы вот этот 25-летний юбилей – это первая ступень в большом полёте космического корабля «Театра Шанс». Спортивные выходные – этап первенства Центрального федерального округа по баскетболу. Это молодость. Мы немножко поменяли защиту, и это сказалось. Молодым ребятам сложно перестраиваться, ориентироваться быстро в игровой ситуации. Я думаю, это и стало ключом к нашей победе. 29 января в городской администрации прошло совместное заседание комиссии планово-бюджетной по налогам, финансам и инвестиционной деятельности, а также по вопросам комплексного развития города, городского хозяйства и экологии. Председателем заседания был депутат от 12-го округа Денис Куролесов. Присутствующим предстояло рассмотреть пять вопросов. Так, Вячеслав Седунков, генеральный директор МУП ККП, сообщил о необходимости повышения тарифов за содержание жилого помещения. Показатель предлагается поднять на 13,4%. Если мы говорим о том, что мы будем жить на меньшие деньги, нам просто надо будет для себя иметь понимание, что мы меньше услуг получим. Будь то выполнение там мест общего пользования, ремонтных работ, или это будут работы какие-то там связанные с уборкой, с количеством персонала. Комиссии предложили рассмотреть повышение этих тарифов на дефлятор в размере от 3 до 4%. Эта рекомендация будет вынесена на сессию городского совета. Кроме этого, был рассмотрен вопрос предоставления нежилого фонда города в безвозмездное пользование под воскресную школу. Это конкретно помещение, ДДТ, первый этаж. Дом детского творчества. Однако, ввиду отсутствия информации от инициатора обращения о том, могут ли религиозные организации располагаться в детских учреждениях, городскому совету было предложено отклонить это прошение. Поэтому ставлю вопрос на голосование. Данный вопрос выйдет на сессию с рекомендацией отклонить. Что за плановой обещательной комиссии? На рассмотрении комиссии были представлены вопросы о состоянии автовокзала города и перспективе замены лифтового оборудования в многоквартирных домах. В устной форме ответила заместитель главы Десногорска Юлия Галякова. В январе от службы автовокзала были проведены ремонтные работы. Это по электрике, сантехнические работы по открытию вокзала. И в данный момент, как только сейчас новинский автовокзал определяется по открытию КАС, автовокзал будет открываться. Непосредственно сами вопросы предложено отклонить, так как документы оформлены в неустановленном порядке и не отражают цели запроса как такового. Представитель администрации, подтвердивайте все слова. Остальные все вопросы не имеют никакого отношения к депутатскому запросу. Театру песни «Шанс» исполнилось 25 лет. 1 февраля в честь юбилея во Дворце молодежи состоялся праздничный концерт. В зрительном зале собрались друзья, коллеги и поклонники талантливого коллектива. Уже 25 лет театр эстрадной песни «Шанс» даёт талантливым людям возможность выступать на сцене и дарить зрителям настоящий праздник. Главным подарком для творческого коллектива в их день рождения стал полный зал гостей. Я с удовольствием передаю вам поздравительный адрес от главы муниципального образования города Деснокольц-Марайск области Андрея Павловича Шупина. Там приятные слова, но слова хочу передать от него и от себя, от души. И следующие 25 лет, и 50 лет, и так далее, чтобы только успех и удача. А с нашей стороны мы бы только благодарны за то, что вы нам дарите вот такие чудные мгновения, когда мы приходим сюда, чудные вечера. В концертной программе принимали участие все воспитанники коллектива театра эстрадной песни «Шанс». В том числе на сцену вышли и выпускницы прошлых лет. В течение всего вечера в зале царила дружеская и праздничная атмосфера. Поздравления звучали не только от гостей и поклонников, но и от коллег по сцене – хореографических коллективов ППО САЭС. Ансамбли «Кураж», «Радука», «Веселинка», а также коллектив песни и пляски «Десногорский зори» выступили на сцене с танцевальными номерами. За все годы плодотворной работы коллектив театра песни «Шанс» прошел огромный творческий путь. За их плечами много побед на различных конкурсах и фестивалях. Вокальные занятия помогают молодому поколению раскрыть свой творческий потенциал и, возможно, в будущем посвятить свою жизнь музыкальному искусству. Не забывают про свое любимое дело и артисты из старшей группы, несмотря на свою большую занятость. Конечно, у них у всех есть семьи. Конечно, им приходится выкраивать время, чтобы к нам прийти заниматься. Ну, молодцы они. Спасибо им огромное, что они находят это время и приходят, и занимаются, и радуют зрителя. Ну, а какое день рождения без сюрпризов и торта? В завершении мероприятия каждому артисту коллектива «Шанс» вручили подарки от Комитета профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции. «Я желаю счастья нам!» «Я желаю счастья вам!» «Я желаю счастья всем!» «Я желаю творчества всем!» «Я желаю долгих лет и процветания коллективу!» «Мы тоже всего-всего желаем, и мы уже счастливы!» Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ 1 и 2 февраля в спортивном комплексе Десна прошли очередные матчи первым статс ФО по баскетболу. Соперником десногорской команды стал баскетбольный клуб «Тверь». Игроки ЦСП «Динамо Росенергата» встречали достаточно сильного соперника. Баскетбольный клуб «Тверь» в этом сезоне уже успел заявить о себе как о команде, способной побеждать. На его счету 11 побед в 20 матчах, а это четвертое место в турнирной таблице первенства ЦФО. Десногорские спортсмены на данный момент являются аутсайдерами. Команда не смогла победить ни в одном из 10 матчей. Поражением закончилась и встреча 1 и 2 февраля. Счет 106-48 и 91-65 соответственно в пользу гостей. Чего не хватило? Все-таки это молодость. Мы немножко поменяли защиту и это сказалось. Молодым ребятам сложно перестраиваться, ориентироваться быстро в игровой ситуации. Я думаю, это и стало ключом к нашей победе. Состав клуба «Тверь» в целом не менялся с момента основания команды в 2016 году. При этом на встречу с десногорцами спортсмены приехали не самым боевым составом. ЦСП «Динамо Росэнергоатом» продолжает двигаться в сторону омоложения коллектива спортсменов, что наверняка отдаст свои плоды. Но пока ребята нарабатывают игровую практику и навыки слаженной игры. Команда соперника очень сильно заточена по всяким взаимодействиям. Эти взаимодействия использовали, очень много забивали. Предстоящие баскетбольные события в Десногорске отмечены финалом Смоленской областной школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Встречи пройдут в ближайшие выходные 8 и 9 февраля. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 4 февраля в Десногорске переменная облачность, небольшой снег. Температура днем около нуля, ночью минус 4. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова